Я уже был в Москве, понимаете? Так вы уезжаете, послушайте, вы можете спокойно записывать свои видосики Вы записываете видосики из Польши Платите налоги в Польше, проблем не будет Куча белорусов выехала в Польшу Я тебе сразу скажу, если позволите, про Польшу немного Сколько вам лет? Ехал на заработки в Польшу Сколько вам лет? Двадцать И у вас нет российского гражданства, да? Нет, я белорус Интересно, белорусов как-то там чипают на улице за... Ну ладно, ладно За что? Нет, ну может быть вы бросите песни свои писать И пойдете по контракту Я не знаю, я видел белорусов, которые воюют на стороне российской... Типа, блин Вот эта пропаганда, я типа изначально тоже думал Как бы начитался ваших унианов Вот этой всей этой херни Думал, реально там полный пиздец в России происходит Типа, я же после СОО там пробыл месяц в Москве Вернулся в Беларусь Потом опять вернулся в Москву Слушайте, ну вы же понимаете, Иван Вы же понимаете, что вы же не живете в Воронеже Я могу вас даже в Рамонь послать Знаете слово Рамонь? Это областной город Воронежа Могу показать... Ну так не надо говорить Москву, это Россия Москва это Москва А Россия это Россия Почему? Ну а в таком случае Киев это не правильно Нет, подождите, я про Киев не буду Киев сам разберется с собой Мы же говорим про Россию Россию сейчас разберу по полочкам Я из России Я вам еще раз говорю, что Москва это Москва Вы не приехали в Россию Вы не приехали в Россию Вы не приехали, вы не живете, вы не знаете России Вы приехали из своего там жоподранска Не знаем белорусской мовы Не знаем ничего про Беларусь Из жоподранска Пока вы свою страну не будете уважать Я буду называть ее жоподранском Вы приехали в другой жоподранск называется Москва. Москва это как пылесос, который высосал все. Все бриллианты, там, нефть, газ, это все там, в Москве. Вы живете на отдельной планете. Самая крово... Крово как бы насыщенная. То есть она высосала все, что можно. Все остальные республики или там края... Вы поезжайте в Красноярский край, поезжайте. Там дорог нет. Ну, так скажи, я живу в Москве, мне нравится вот этот пылесос. Я тоже из Москвы тоже сосу. Ну, два пылесоса встретились. Откуда ваши родители родом? Мама с Россией, папа с Беларусью. Россия, с какого места? Россия, Ростов, ну, вся Украина. Ростовская область разбавляет по-украински. Курская область. Кубань. Это все, это все Украина. Я очень много роликов сделал, которые показывают... Послушайте, послушайте, Брянск, это тоже Украина, Брянск, да, это все входило в Литовское княжество, Черниговское княжество. Да, да, да. Да, Московь, Москва, куда вы приехали, это было центром Залесия. Туда ничего не доходило, золотой, золотой шелковый путь не заходил, там ничего не происходило. Там ничего не происходило, поэтому там ничего не было разве, потому что туда никто не ехал. Вся жизнь была в Киеве, да, вот внизу. Вот в самом низу, там, где Казахстан и Киев, да, была жизнь. В Москве и в Новгороде была жизнь. В Новгороде были абсолютно нерусские люди. Новгородцы. Но это была республика. Вы сами верите в то? Я не то, что верю, я эту историю просто посмотрела очень аккуратно, очень много. Я два года верчусь в этой, я два года верчусь в этой ситуации, два года я два пробиться в мозги, ну, вы же сами приходите, я же не то, что вас ищу на улице, правда, я же не повестки раздаю. Вы сами ко мне пришли, вы говорите, такой счастливый, такой счастливый. Ну, так вот, Новгород был Швейцарией, это была, называли себе республика, да представьте, что там Путин, они его взяли и через год уволили. Вот и все. Они Александра Невского взяли, а потом через год его пульнули куда-то еще. Там не было никакого Господа Бога, там не было президентов, там не было никаких князей. Они самоуправством занимались. Это было шикарное, вот это самоуправление. Я нигде такого не видела. И тем не менее, они платили дань Киеву, причем платили гривнами. Не рублями, а гривнами. Но Новгород платил Киеву дань. Вот, так что, Ростов, да, ну, Ростов тоже есть, а сука, ему лет, но он был частью Киевской империи. Так, а бабушка с дедушкой откуда? А бабушка с дедушкой откуда? Бабушка, родители ваших родителей. Не знаю, честно, не знаю. Ну, вы не можете не знать, вы не можете не знать, откуда бабушка с дедушкой. Вы что, вы... А где была ваша бабушка с дедушкой? Я, я знаю, это же про своих прапрадедушек. А дедушка откуда ваш? Нет, прапрадедушек не знаю. Ну, если бы я общалась со своими бабушками и дедушками сейчас, они просто умерли. То, что я помню, я помню, но то, что они помнят, ушло в могилу. Так вот, ну, бабушек, как я могу, не знать? Не знаю, не знаю. Вы бабушек не видели никогда своих? Просто я понимаю вашу позицию. Вы своих бабушек не видели? Они умерли до вашего рождения? Да, да, да. А что случилось? Почему они так рано умерли? Что еще раз? Почему ваши бабушки и дедушки так рано умерли? Не знаю, не знаю. Я в шоке. А ваш папа сейчас чем занимается? Работает. Вы живете, ну, как бы он живет с мамой или отдельно? С мамой. У вас братья и сестры есть? Да, да, да. Ну, никто из вашей семьи не разговаривает белорусской мовой, да? Нет, просто если семья, вот это прошла тема, допустим, папа-мама разговаривает на русском языке, почему бы мне не разговаривать на русском языке? Ну, согласитесь. А чем папа с мамой занимается? Чем они занимаются по профессии? Кто они? Папа работает в этом, в Сочи, короче, там, ну... У вас в России, вся Беларусь приехала в Россию, что ли? Ну, в Беларуси, блин, как объяснить так? В Беларуси нет такой... Нормально работают, сам по себе знаю. Ты подожди, рядом с вами Польша, Латвия. Почему вы туда не поехали? Там евро. Евро намного выше будет. Я же хотел насчет Польши рассказать. Типа, поработал я в Польше месяц и охерел просто. В каком году? Я не видел настолько много бездомных, не видел настолько много грязи. А можно вам подробнее, кем вы работали, сколько вы зарабатывали? Я работал в ресторанчике, вот. Допустим, стою на барной стройке, подходит какой-нибудь... Сколько вы зарабатывали в час или... Иван, сколько вы зарабатывали? Меня интересует денежный вопрос. Сколько вы зарабатывали в Польше в день, в час, в месяц? В рублях, могу сказать. Вы же бы работали в Польше. Ну, я в евро не назову. Так а в Польше не евро платят? В Польше не валюта, если вы там працювали. Еще раз. Если вы працювали в Польше, то там меньше валюта. Там наветь платят не в евро и не в рублях. В чем вы платите в Польше? Вы точно? Я не знаю. Вы там не работали. Я не знаю. Скажите, что вы працювали в Польше. Я работал, там совсем другая история. Совсем другая история. Ну, вы там не работали, раз вы не получали местную валюту. Вы не знаете даже, чем расплачиваются поляки. Мне переводили на полу и рубли. Кто переводил? Как вы могли получать зарплату? Как вы могли получать зарплату не в польской валюте? Ну, так я не могу объяснить этот факт. Вот так получилось. Ну, короче, вы не работали. То есть украинцы, когда едут за границу, они не работают на гривны. Да я не говорю на гривны. Я не говорил гривны вообще. Да, ну, я говорю, что они, уезжая в Польшу или в Латвию, или там в Швейцарию, они зарабатывают местные деньги. А вы почему-то зарабатывали белорусские рубли. Я даже не могу понять. Как это можно? Да не, платят 7 злотых, Виктория. Ну, вот в Брэше. А в каком городе вы работали в Польше? Вы мне? Да. В каком городе вы работали в Польше? Ага. В Варшаве? По-моему. Ну, короче, все понятно, все, Виктория. Иван, я с вами разговариваю только до тех пор, пока начинается вранье. Мне не нравится, когда мне врут. Я же не тянула вас за язык. Я не тянула вас за язык. Ну, вот вы разговариваете, разговариваете, но как только начинается вранье, вы поплыли. Ну, почему, почему? До свидания, Тер, удаляй. Угу.